1997 год. Территория Гонконга была возвращена Китая Великобританией. Гроссмейстер Гарри Каспаров проиграл матч шахматному суперкомпьютеру Deep Blue. Майк Тайсон откусил ухо Эвендору Холлифилду и был отстранен от бокса. 21-летний Тайгер Вудс выиграл свой первый мастерс. Компания Microsoft стала самой дорогой компанией в мире с состоянием в 260 миллиардов долларов, в то время как джентльмен по имени Стив Джобс возвращается в компанию Apple. А если речь зайдет о сумках и о том, какими сумками пользуются настоящие бизнесмены, то ответ будет портфель. Сейчас очень популярны сумки-мессенджеры. По сути, тот же портфель, только с ремнем. Многие сейчас их носят, но производителей таких сумок это мало интересует. Будут ли они всегда в моде или нет? Для начала давайте выясним, что же такое портфель. Портфель – это узкая сумка прямоугольной формы с ручкой, используемая в основном для переноски бумаг или вещей. Существует большое разнообразие сумок, но основными из них является папка для документов, которая представляет собой сумку без ручки, которую носят подмышкой. Также есть папка портфельная у нас с выдвижной ручкой. А также Атташа Кейс или Дипломат. Это портфель прямоугольной формы из натуральной кожи с двумя отделениями с застежкой. Как следует из названия, первоначально его использовали дипломаты. У них было много важных бумаг, которые нужно было держать в сохранности, и они должны были иметь возможность всегда держать их при себе. Документы должны были быть защищены и не помяты. Такой портфель был создан специально для документов. Еще существует чемодан-пилот. Он очень похож на дипломат, только намного больше. В 14 веке гонцы использовали ранцы, но портфели в свою очередь произошли от ранцев, но уже тогда они были надежными. Идея такой застежки была впервые разработана в Париже в 1826 году для саквояжа, затем это стали применять и на другие сумки. Это было очень удобно и практично. Такой способ защиты стал очень популярен, а затем стал распространен среди так называемых белых воротничков. Начиная с 1850-х годов, портфели стали все более распространенными. И если вы вернетесь назад и посмотрите на ролики новостей 20-х, 30-х, 40-х годов, то заметите, что у каждого бизнесмена, который вел дела, был с собой портфель, в котором он носил документы. Представьте себе влиятельного человека с Уолл-стрит. Он одет в деловой костюм, и что у него будет с собой? Портфель. Портфель стал такой вещью, про которую не стоит упоминать, если речь шла о человеке, который работает в сфере юриспруденции или финансов, особенно в большом городе. Немного другая история у рюкзака. Рюкзак встречается в разных мировых культурах. У него разные названия и разные функции. В целом существует четыре категории рюкзаков. Их разделяют на мягкие, жесткие, полужесткие и рюкзак на пояс. И все это мягкий рюкзак, который также называют котомка, ранец, мешок, портфель и так далее. Названий много, но главное то, что его носят на плечах на спине. Именно это отличает данный тип сумки от всех остальных. На протяжении большей части истории рюкзак был простой, практичной сумкой, которую использовали туристы, студенты и путешественники. На самом деле слово рюкзак появилось только в 1910 году. Возможно у вас возник вопрос, существует ли сумка, которая одновременно и портфель и рюкзак? И ответ – да. Почему же портфели вышли из моды? Это стало заметно, когда в моду вошли сумки-мессенджеры, и спрос на них сильно увеличился. А эта сумка была разновидностью портфеля. Это был своего рода смешный вариант. У этой сумки есть ремень и ее можно носить как угодно. Можно носить на одном плече, можно в руке, можно через плечо. Я помню, что даже носил эту сумку почти как рюкзак. Это довольно универсальная сумка. Но она решала большую проблему в то время. В такую сумку можно было положить ноутбук. У меня был огромный ноутбук, поэтому мне нужна была большая сумка-мессенджер. Обычно сумки были сделаны из холчевого материала, и они были относительно недорогие, но они соответствовали всем потребностям человека. Портфель был предназначен для тех, кто носит костюм. Так вот, если вы не носите костюм, но вам все равно нужно иметь возможность носить с собой бумаги, вещи или даже ваш ноутбук, который весит от 4 до 6 килограмм, то тогда вам нужна сумка-мессенджер. С появлением ноутбука люди перестали одеваться официально, потому что, как я уже сказал, портфель ассоциировался с костюмом. И это своего рода начало давать трещину. Люди начали думать, какие еще есть варианты, чтобы носить с собой важные вещи. Не всякие бумажки, которые не должны помяться, а мой компьютер, который должен быть полностью защищен. Следующим шагом в эволюции стало понимание того, что комфорт – это действительно важно. Если у вас была сумка-мессенджер, которая была набита вещами килограмм на 14, то вы понимаете, что через какое-то время у вас заболит плечо. Вот почему я начал носить сумку через плечо. Это улучшило ситуацию, но все равно не до конца, и я ходил и чувствовал, что не могу бегать, не могу двигаться, как раньше. Поэтому люди начали искать альтернативу сумке-менеджеру. И рюкзак – это то, к чему они пришли. Господа, если вам понравилось данное видео, если вы любите свой рюкзак или свой портфель, если вы любите свой рюкзак или свой портфель, сделайте одолжение, нажмите кнопку «Нравиться». Когда вы ставите лайки, больше мужчин находят это видео, и я ценю это. Это дает мне понять, что вам нравятся мои видео, и то, что я должен снимать их еще больше. Помню, как в 2005 году в бизнес-школе Техасского университета нам выдали рюкзаки. Это был мой первый рюкзак, в котором было отдельное место для ноутбука, и это появилось в бизнес-среде. Им это понравилось, и они это одобрили. Внезапно рюкзаки стали появляться везде. Все рюкзаки, которые у меня были до этого момента, были похожи на ранцы. У них не было никакой формы. В них не было никакой защиты для ноутбука. Я знаю, что их начали выпускать раньше, чем рюкзаки. Но внезапно, бизнес-школы начали выдавать рюкзаки своим студентам. Рюкзаки, как правило, считались повседневным аксессуаром. Нам нужно было носить не только книги. У нас уже были вещи покруче и дороже, и это я говорю о ноутбуке. Но если вы не согласны со мной, господа, я хочу, чтобы вы написали комментарии под этим видео. Вы знаете, что я люблю читать, что вы пишете. Например, «Антонио, ты вообще не прав», или наоборот, что вы полностью со мной согласны. Господа, я хочу услышать ваше мнение, что вы предпочитаете. Портфель или рюкзак. Я хочу еще раз повторить, что производители рюкзаков видят рынок. Они видят возможности не только в том, чтобы разместить допподкладки и усовершенствовать рюкзаки для студентов, но и в том, чтобы улучшить свое качество, потому что у студентов начинают появляться рабочие места. И когда они начнут зарабатывать деньги, можем ли мы начать делать рюкзаки из кожи, из более дорогих материалов? Крупные бренды внезапно начали приходить и устанавливать более высокие рыночные цены на рюкзаки, которые были очень похожи на те, что были у вас в студенческие годы, но теперь на них красуется модный логотип. Теперь они сделаны из премиального материала. Кройка, шитье и конструкция – все стало на уровень выше. Функциональность рюкзаков возросла, потому что одна из ключевых вещей в рюкзаке по сравнению с любой сумкой, которую нужно нести в руке, это то, что весь вес находится ближе к телу. Любой, кто ходит в поход, знает это. И именно поэтому для этого предназначены станковые рюкзаки. Но этот для меня чересчур. Но в новых рюкзаках, предназначенных для профессионалов. Есть подкладки и вес располагается ближе к телу. Теперь вы можете нагрузить рюкзак всеми книгами, ноутбуками, вещами, которые вам нужны. И ваш рюкзак весит примерно 18 килограмм, но при этом его очень легко нести. И это стало заметно. Люди берут с собой много вещей. И мужчины, и женщины. Вспоминаю себя, будучи студентом, а затем уже и когда работал, я тренировался по утрам, и многие из вас, думаю, это делают. Выходить из дома нужно в 7 часов утра или даже в 6. Вы идете в спортзал, потом сразу на работу, рюкзак и так набит вещами, а тут еще и ноутбук с работы взяли. А также телефон, зарядное устройство для всех ваших девайсов. Многие вещи, которые нужно взять с собой. Поэтому рюкзаки стали становиться больше и крепче. Они стали более прочными, дно рюкзака начали укреплять, чтобы они не разваливались. Также укрепили ремни. Посмотрите, как менялись рюкзаки, как менялись размеры. Но при этом все оставалось на своих местах, и все больше и больше компаний занимались производством рюкзаков. Это вошло в моду и стало удобно, и многие люди начали носить рюкзаки. Конечно, в 2010 году было много людей, которые не придерживались моды и были консервативны в этом плане. Можно было увидеть, как люди, занимающие высокую должность, ходят с портфелем или даже со старой сумкой-мессенджером. Но при этом у них была сумка, но это был не рюкзак. Многие люди действительно отказывались носить рюкзак, пока это не стало совсем популярным, как в 12-м или 13-м. Я читал статью в Wall Street Journal, где говорилось в частности об этом. Я просмотрел комментарии всех этих инвестиционных банкиров, всех этих людей, которые работают в Чикаго, Нью-Йорке, Далласе, Сан-Франциско. И все эти люди говорят, да, мы действительно поняли, что это сейчас в моде. Сначала мы сопротивлялись, а потом я сам попробовал и понял, что это просто, практично, и начал носить рюкзаки. И это, пожалуй, самая главная причина, по которой рюкзак будет популярен долгое время, потому что у людей с рюкзаком свободны обе руки. Да, вы можете возразить, что хорошо, когда одна рука свободна. Можно открыть дверь или держать кофе. Это прекрасно, но появились смартфоны. И многие люди работают на ходу или во время еды. Итак, вы идете по улице, угадайте, что вы делаете? Многие люди, у которых много дел, разговаривают по телефону. Безопасно ли это? Нет. Но это то, что они будут делать, и у них свободны руки. Я знаю, это приятно, когда руки не заняты. В одной зонт, в другой кофе. Просто приятно ходить со свободными руками. Мы видели, как менялась индустрия. Потребовалось время, более 20 лет, чтобы рюкзак совершил свою эволюцию. Но думаю, можно с уверенностью сказать, что в будущем продажи рюкзаков по сравнению с портфелями будут ощутимы. Спрос на портфель действительно упал в общем объеме. Думаю ли я, что портфель перестанет существовать как вещь? Нет, он будет существовать, потому что очень функциональный, некоторые сделаны из алюминия или других металлов. Они отлично подходят для транспортировки ценных и дорогих предметов. До сих пор можно увидеть, что люди приковывают портфель наручниками к руке, чтобы его не украли. Если у вас есть какая-то важная информация, но нет электронного варианта. Если вы работаете в области юриспруденции, и у вас есть важные документы, бумаги, которые вы перевозите, и вы не хотите, чтобы с ними что-то случилось, то тогда в приоритете будет портфель, специально разработанный для перевозки документов и их защиты. Да, потребность в такого рода портфелях будет всегда. Достигнет ли он тех же высот, что и в 1980-х, конце 1990-х годов? Я думаю, что нет. Если вам понравилось это видео, джентльмены, я думаю, вам понравится и это видео. Почему мужчины перестали носить плащи? Господа, я подготовил для вас замечательное видео. Посмотрите его. Оно того стоит.